В 2010 году я получил предложение провести бой с Кириллом Сухомлиновым. Я его не знал и боев его не видел. Кирилл Сухомлинов очень серьезный соперник. Я хочу добавить, что Кирилл Сухомлинов провел больше боев, чем Давид. Он профессиональный боец. Наш бой с Кириллом Сухомлиновым в основном проходил в стойке. В партере почти не было боя. Я помню бой Давида и Кирилла Сухомлинова, когда Давид мощными ударами поражал Кирилла, я удивлялся, как можно после таких мощных ударов продолжать бой и стремиться к победе. Одна из моих лучших сторон – это та, которая… я чувствую дистанцию соперника. И во время атаки соперника я встречаю его. Он очень выносливый спортсмен. Очень мощные удары попадали в него, но он до конца стоял на ногах. И только в разнице очков я победил. Кирилл Сухомлиновым сделает все для того, чтобы взять пояс. Но мы готовы. Мы готовы состязаться с ним. Давид находится в очень хорошей спортивной форме. Я советую всем спортсменам, которые готовятся к боям и сегодня считают себя профессионалами, прислушиваться к своим тренерам. И, как любой тренер, я не желаю плохого моему бойцу. Я сегодня рад, что довел Давида до этого уровня. И согласен с тем, что все тренеры радуются успехам их бойцов. Очень многие бойцы не слушают тренера. Становится обидно, но уже ничего не поделаешь. Потому что бой проигран. А это приводит к разочарованию. Когда боец слушает своего тренера, ты хочешь для него сделать все. Когда он уважает тебя, ты все сделаешь для него. И жизнь предоставишь ему. Хочу сказать, что Давид Хачатриан один из таких спортсменов. Я хочу, чтобы все спортсмены, которые знают Давида Хачатриана, что-нибудь взяли бы от него. Имеется в виду, научились бы вести себя так, как ведет себя Давид Хачатриан. Очень многие бойцы, даже те, которых победил Давид Хачатриан, очень уважают его. Он ведет себя очень просто, очень открыто. И для меня интересно то, что до сих пор Давид Хачатриан мне никогда не задавал вопросов, а какая награда меня ожидает. Когда мы переходим к сборам, 12 километров каждый день он впереди всех, впереди всей группы бежит. 10 раундов по 5 минут борется со всеми сильнейшими бойцами организации. С нами тренируются профессиональные борцы, бойцы. Для боев без правил бокс очень важен. и дистанция, и можно сказать, изучаем почти все виды спорта. Если профессионал, ты должен знать все виды единоборств и владеть ими. Даже в неделю раз, два с половиной километра Давид плавает. Многие очень удивляются, как можно в снеге, в бурю, в дождь бегать по улицам. Есть люди, которые смотрят на Давида и говорят, а кто этот ненормальный, что он хочет? Мы-то знаем, чего он хочет. Мы хотим, чтобы победа была нашей. И для этого делаем все. Я всегда знал, что в борьбе я слаб, но последние три месяца я очень усиленно занимаюсь борьбой. и я хочу попробовать этот бой провести с Кириллом в борьбе, больше в партере. Как тренер я изучил все бои и все приемы Кирилла Сухомлинова. И мы постараемся сделать так, чтобы бой шел по нашим правилам. под нашу диктовку. Я изучил уже все его бои. В основном он работает с помощью приема треугольник, болевым приемом, удушающим приемом. Кирилл Сухомлинов хорошо владеет приемом треугольник. очень хорошо владеет болевыми приемами. Он показывает, что будет удар и захватывает ногу. шатт-арак. Мы к этому готовы. Мы изучили все его действия. Мы тогда также интересуемся и видим то шоу, в котором он участвует. в том, в том, что я бы очень хотел, чтобы он очень красивый бой провел с Давидом Хачатрианом. чемпион чемпиона мира по версии ProFC. Я очень многое поставил на это. три года я работал и стремился всегда побеждать. Организация, когда предлагала бойца, я всегда говорил, я согласен. мы были готовы к любым соперникам. Я указывал только на одно, что бой должен проходить по правилам, справедливо и только в категории 70 килограмм. если в процессе взвешивания соперник находится в этой весовой категории, мы всегда за то, что бой произошел бы. Очень многие соперники, когда знали, что будет бой с Давидом, всегда говорили да, а когда приходило время к бою, всегда отказывались. травм у меня нет, чувствую себя очень хорошо. Вся моя борьба и моя цель это пояс чемпиона мира по версии ProFC. я дал слово председателю Олимпийского комитета господину Царапьяну, что пояс привезу в Армению. Осталось всего несколько дней. В этом бою нам нечего терять. Если даже будут произведены болевые приемы, удушения, мы с Давидом договорились, что поражений не будет. Сдаваться мы не собираемся. я до сих пор задаюсь вопросом, что я сделал. До сих пор я ничего не сделал. Вот если я привезу с собой из Российской Федерации пояс чемпиона мира по версии ProFC, вот тогда я скажу, что я сделал кое-что в этой жизни. Я приветствую Кирилла Сухомлинова. Он сильный боец, не слабый боец. Если был бы слабым, его бы не поставили на титульный бой организаторы турнира. Кирилл Сухомлинов очень сильный боец. В последних его боях я увидел его большое продвижение. Он старается делать все и в положении партер и в стойке. Его роль и назначение он старается видеть в смешанных единоборствах. Я сам очень жду окончания этого боя, жду его результата. Я уверен, что бой будет очень зрелищным и очень многие болельщики получат истинное удовольствие. Я желаю удачи обоим бойцам. Я желаю, чтобы победил сильнейший. Кто из нас сильный, тот пусть и победит.